7 часов и 50 минут в Челябинске. Мы продолжаем эту программу «Наше утро» в студии Карины Хазова, Дмитрий Солдатов. Мы делимся с вами последними новостями и рассказываем о предстоящих событиях в нашем городе. Итак, горожан приглашают провести Ночь искусств на площадках Челябинского музея изобразительных искусств. Ночь искусств – это большая акция, которая проводится по инициативе Министерства культуры Российской Федерации, и она объединяет множество музеев по всей стране. И каждый из них стремится представить своему зрителю самую интересную и, конечно же, увлекательную программу. Так вот, о том, что будет у нас в Челябинске, расскажет Виталина Силина, руководитель научно-просветительского отдела Челябинского государственного музея изобразительных искусств. Она прямо сейчас с нами на связи. Доброе утро, Виталина. Доброе утро. Доброе утро. Виталина, расскажите, какая тема взята за основу у нас в Челябинске? Ну, вообще, всероссийская акция объединена тематикой единства и многообразия культур. И мы, мне кажется, очень хорошо вошли в эту тематику, так как наши площадки представят две темы – это искусство и богатство Востока и традиционные сказки для наших народов. Можно начинать погружаться в атмосферу Востока, да, для того, чтобы попасть на «Ночь искусств» и быть уже в теме. Конечно. Виталин, мы знаем, что в рамках «Ночи искусств» проходят многочисленные мастер-классы, лекции. Что в этом году ожидает горожан? Может, какой-то новый формат разработали? Да, конечно. Мы каждый год разрабатываем какие-то новые интересные мероприятия. В этом году мы постарались объять практически все сферы, то есть будет обязательно музыка. Музыка не простая, не классическая, а авторская – это будут диджейские сеты, которые посвящены произведениям Гоголя. В частности, это ВИИ. Будет очень интересного, мне кажется, как раз стилистики акции «Ночи искусств». Также очень интересный формат в этом году новый мы разработали – это цикл просветительских программ. Называется он «Искусство для неискушенных». Что в первую очередь человек говорит, когда стоит перед картиной, да, что на ней изображено, как ее смотреть. И поэтому в этом году искусствовед ответит на все интересующие вопросы, как смотреть картину, как понять, что изображено на картине, какой вообще бэкграунд нужно иметь, чтобы прийти в художественный музей. Конечно же, мы подготовили очень интересные лектории доктора философских наук, кандидата филологических наук. Они позволят погрузиться очень глубоко в тематику, заданную нами во время акции. И, конечно же, будет театр, наш любимый театр «Мини» в этом году подготовил очень хорошую театральную программу. Ну и, конечно же, мастер-классы, когда можно будет что-то сделать своими руками, познакомиться с культурой, в частности, с культурой Востока, осизать и создать прекрасное произведение искусства. Нужно ли заранее регистрироваться и будут ли какие-то ограничения по количеству участников в связи с новыми введенными ограничениями в нашей области? И вообще, как вы отнеслись к этому? Да, конечно, мы очень ответственно относимся к всем правилам, которые сейчас у нас вводятся. И поэтому мы строго ограничили количество людей, которые смогут попасть на акцию. Поэтому регистрация обязательно. Мы рассосредоточили по разным площадкам зрителей. Я думаю, что все будет хорошо, максимально безопасно для наших посетителей. Вот что касается площадок. На каких площадках это пройдет? Ну, на нашем музее две площадки. Это два прекрасных здания, которые являются в первую очередь архитектурным наследием нашего города. Это здание картины галереи по адресу труда 92А и площадь революции, дом 1. Зал имени архитектора Александрова. Виталина, а если, как вы сказали, количество людей ограничено? Если вдруг кто-то очень желает попасть на мероприятие, но, к сожалению, по состоянию здоровья не может. Будет ли запись мастер-классов, лекций или прямая трансляция? Да, конечно. Мы организуем обязательно запись того, что можно показать онлайн, то, чем можно поделиться в наших социальных сетях и на нашем сайте. Ну, мы заинтригованы, честное слово. Мы предлагаем вам прямо сейчас пригласить всех наших телезрителей на Ночь искусства. Дорогие друзья, я приглашаю вас 4 ноября с 3 до полуночи посетить наше замечательное мероприятие. По адресу труда 92А прикоснуться к искусству сказки, к искусству слова на площади революции, дом 1. Познать мудрость и истину Востока. А еще послушать диджей-сет для Гоголя, назовем его так. Виталин, а еще раз, пожалуйста, напомните, на каком сайте необходимо зарегистрироваться, чтобы попасть на мероприятие? Регистрация доступна на нашем сайте, чем мазар.ру. Ну все, ожидайте зрителей, программа насыщенная. Мы, конечно же, с удовольствием будем ждать записи этого мероприятия. Вам желаем хорошего такого мероприятия. Да и настроения на сегодняшний день. Виталина, спасибо вам большое. Напомним, с нами на связи была Виталина Силина, руководитель научно-просветительского отдела Челябинского государственного музея изобразительных искусств. И вот правда, я нисколько не вру, когда говорю, что мы заинтригованы. Все классно, это выглядит очень современно и необычно. А ты помнишь, совсем недавно, еще пару лет назад, онлайн-формат был немного таким стрессом. Мы думали, бог ты мой, а как это все воспринимать? Сейчас абсолютно нормально посмотреть прямую трансляцию или запись. Ну что же, продолжим тему таких экранов. Отправимся в кино. Давайте с удовольствием. Пора посмотреть, какие киноновинки вышли на этой неделе.